Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. Росгвардия подвела итоги работы. В национальных войсках завершен переходный период. Субсидию на строительство жилья получили год назад, а дома все нет. Застройщик обманул 9 семей в Хангаласском Улусе. Долгожданное вручение ключей. Обманутые дольщики своими силами завершили строительство многоквартирного дома. Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенства. Напомню, согласно документу, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Получать пособие родители будут ежемесячно и до достижения ребенком полутора лет. Согласно закону, сумма будет рассчитываться с учетом дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Величина такового в нашей республике составляет по первой зоне для детей 20 тысяч рублей, а по второй зоне 16,5. В Якутии выплаты на первого ребенка смогут получить около 4 тысяч человек. Грант главы и правительства республики в области СМИ получила редактор НВК Сахана Наталья Сметанина. В Якутске состоялась церемония вручения денежного пособия якутским журналистам и изданиям. Всего конкурсная комиссия рассмотрела 53 заявки. Распределено 5 грантов в размере 1 миллиона рублей и еще 5 в размере 500 тысяч. В следующем году конкурс на соискание грантов главы республики в сфере СМИ проведут в первом полугодии. Сумму в размере 500 тысяч рублей по направлению родной язык и культура получила редактор творческого объединения ГЕВАН компании НВК Сахана Наталья Сметанина. На реализацию телевизионного проекта «Йон Чи Дэ», что в переводе с юкагирского означает «колокольчик». С помощью грантовой поддержки уже в феврале моя коллега планирует выпустить телевизионные уроки по изучению языка коренных народов Севера. Мы начинали с юкагирских уроков, это с ассоциацией юкагиров республики с Валентиной Семеновной Якимовой. Нам понравился этот проект, мы его расширили. Ожидаемый результат – это 40 видеоуроков по каждому языку коренных малочисленных народов Севера и помощь школам, обучающим образовательным организациям. Естественно, это еще в Ютубе будет, эти уроки. Обманутые дольщики северной строительной компании получили ключи от своих квартир. Сегодня в Якутске сдали один из самых крупных проблемных объектов – многоквартирный дом по улице Каландарашвили. Дольщики ждали заселения 4 года. Застройщика еще в начале года признали банкротом. Сразу после этого дольщики объединились и решили достраивать собственный дом своими руками. Создали жилищно-строительный кооператив «Дабан», собрали дополнительные средства. 25 миллионами поддержало Министерство архитектуры и строительного комплекса Якутии по программе помощи обманутым дольщикам. И как итог, в канун Нового года жильцы справляют долгожданное новоселье. Застройщик обманул несколько семей в Хангаласском Улусе. 9 получателей субсидий на строительство жилья год ждут новых домов. Деньги перечислены на счет подрядчику «Сахагранстрой» в начале года. Люди ходят по инстанциям и не могут добиться правды. Какой выход из положения нашли депутаты Улусного совета? 9 семей, выбравших застройщика «Сахагранстрой», имеют на сегодняшний день в лучшем случае срубы. У некоторых всего лишь оклад и несколько десятков бревен. Во втором жемконе было выделено 5 квот. Общая сумма составляет 1 миллион 115 тысяч рублей. Субсидия – 700 тысяч. Остальное мы оплачиваем сами. Мой муж получил субсидию как работник сельского хозяйства. И вот лежит оклад и 50 бревен. «Сахагранстрой» на все наши вопросы отвечает «построим», куда торопиться? Или же не берут трубку вообще? Министерство сельского хозяйства перечислило субсидию на счет «Сахагранстрой» на основании отчета управления сельского хозяйства Хангаласского Улуса о том, что дома на 70% уже построены. Как такое могло произойти? Документ юридической силы не имеет, деньги перечислены, домов нет. Здесь следует отметить, получатели субсидии заявляют, что «Сахагранстрой» им предложили в администрацию Улуса. А о том, что они вправе выбирать подрядчика сами, они не знали. Министерство сельского хозяйства заявило, что если дома не будут построены, Улус никаких субсидий больше не получит. Администрация Улуса озвучила следующее решение. Администрация района выбит вопрос разработки нормативного права акта об оказании муниципальной поддержки гражданам, пострадавших от недобросовестных застройщиков. И там это, скорее всего, будет, например, полностью утвержден порядок и будут присоединяться субсидии. Конкретно от этого. Субсидии, это будет, скорее всего, перечислено на блокированные счета граждан. Мы все должны решить буквально в течение трех с половиной месяцев. Отрадно, что люди все-таки получат обещанное. Но уйдут на это уже деньги из бюджета Улуса. Получается латание дыры, которая, соответственно, обнажит тут же другую. Строительная фирма «Сахагранстрой», как выяснилось, строит дома по всей республике. По данному делу прокуратурой республики Саха-Якутия проводится проверка. В войсках Национальной гвардии завершен переходный период. Об этом сообщил начальник Якутского управления Росгвардии во время встречи с журналистами. О чем еще шла речь в ходе брифинга, расскажет Виталий Абрамов. Нынешний год стал итогом переходного периода и реформирования нового силового ведомства, в том числе и во всех регионах страны. Так, в республике количество личного состава внутренних войск Национальной гвардии уже превысило тысячи человек. С начала года ими задержано 7451 правонарушителей. То есть предотвращено примерно столько же преступлений. Число преступлений, по данным лиц МВД, в общественных местах снизилось на 4%. На улицах на 7%, что в принципе показывает, что сотрудники групп задержания вне ведомственной охраны несут качественно эту службу. Увеличилось число задержанных лиц в административном порядке. А я хочу напомнить, что задержанные лица в административном порядке – это потенциальные преступники, которые их остановили на ранней стадии совершения административного преступления. Кроме того, проведено более 200 спецопераций с участием ОМОН и СОБР. Среди наиболее резонансных – захват в заложнике школьницы в Валдане и обезвреживание стрелка по машине скорой помощи с применением огнестрельного оружия. Действовали грамотно, профессионально, соблюдая меры предосторожности. В результате этих мероприятий другие граждане, будем так говорить, не пострадали. Действия были грамотные по блокированию, по тактике ведения. И, в принципе, действовали согласно инструкции. Вот результатом вот этих моментов положительные. Немалый объем работы, проведенный в подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Так, за нарушение правил из оборота изъято более 6,5 тысяч единиц оружия и свыше 40 тысяч единиц боеприпасов. Гражданам за добровольную сдачу вооружения выплачено 5 миллионов 700 тысяч рублей. Гражданин города Япунска сдал более 45 тысяч штук боеприпасов. Это со времен Советского Союза. И в Меганакангаласском районе 123 тысяч штук боеприпасов тоже советского производства. Люди нашли более 10 ящиков патрульных. Среди основных же задач на будущий год в опасности президентских выборов и иных крупных мероприятий, а также дальнейшее укомплектование управления новой техникой и кадрами. Виталий Абрамов, Евгений Рязанский, МВК Саха, Якутск. Андрей Панов освобожден от должности министра промышленности и геологии Якутии. Таково кадровое решение руководителя республики Егора Борисова от 29 декабря. Панов Андрей Анатольевич переходит на другую работу. По приглашению промышленного предприятия он получил должность заместителя генерального директора ТАСС Юрях нефтегазодобыча. Андрей Панов возглавлял министерство промышленности с 2013 года. Алроса получила первые алмазы с верхнемунского месторождения. Удачнинский ГОК компании в декабре завершил вывоз 75 тонн алмазоносной руды с верхней муны для опытной обработки на обогатительной фабрике и получил первые алмазы верхнемунского месторождения. Отработка технологии обогащения нужна для подготовки к промышленному запуску месторождения, намеченному на 2018 год. Руда поступила на обогатительную фабрику для опробования технологии обогащения и подтверждения содержания алмазов. Пробное обогащение прошло в штатном режиме. Стражи порядка Аллаеховского района третий год проводят акцию «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники правоохранительных органов поздравили детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. В этом году в подразделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних на учете состоят 11 семей, а детей набралось 24. Республиканская акция «Полицейский Дед Мороз» стала доброй традицией для сотрудников полиции Аллаеховского улуса. В этом году весь личный состав отделения своими силами купили подарки детишкам и подарили в канун самому волшебного семейного праздника. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но не для всех праздник – это поедание салатов возле телевизора. Тем более, если за окном отличная погода, а дети хотят погулять. Как провести новогодние каникулы с ребенком в Мирном, расскажут мои коллеги. Провести новогодние праздники дома перед телевизором или активно? Обычно ответ на этот вопрос подсказывают дети. Им не хочется сидеть на месте. Но чем занять и куда сходить со своим ребенком эти длинные выходные? Успокоим сразу юным жителям Алмазной столицы, ведь и дни скучать не придется. Дворец культуры «Алмаз» будет ждать своих маленьких гостей практически все новогодние каникулы. 29 и 30 декабря, а также со 2 по 6 января, ребятня сможет отправиться в увлекательное путешествие с любимыми героями мультфильмов. Специально для них организуют новогодние представления и утренники. Для ребят постаршие работники Дворца культуры готовят веселую вечеринку. Всех школьников старше 10 лет мы ждем на новогоднем мероприятии дискотека для школьников «Тает лед» на Новый год. А почему «Тает лед»? Потому что на этой дискотеке у нас будет жарко. Зажжем под лучшие хиты 2017 года. Всех ждем! Всех любителей кино начало года порадует большим количеством премьер. Хорошая компания и вкусный попкорн – отличный повод отправиться в кинозал. Первые дни января Ледовая арена Дворца Спорта Кимберлит также не будет пустовать. Любители спортивного досуга смогут довольно кататься на коньках. Дворец спорта будет работать практически все новогодние праздники. И в эти дни жители и гости города смогут посетить ледовую арену массовой проказы. В новогодние праздники свои двери не закрывает и историко-производственный музей Алроса. Ежедневно со 2 января любой желающий сможет познакомиться здесь с историей о массовой промышленности. Подумали тут и о юных посетителях. Специально для детей подготовили игровые стенды. Ну а самым оживленным местом на новогодних каникулах останется центральная площадь города. Тем более, что синоптики в праздничные дни обещают не сильные морозы. Марфа Яковлева, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Многолетняя борьба за собственное жилье и, как итог, новоселье под Новый год. Как обманутые дольщики северной строительной компании своими силами достраивали многоквартирный дом. Установка дальнобойщиками так необходимых для перевозок на север колымбаков и дополнительных фар не противоречит ли закону. Животные радиоактивны из-за топы, дождевые черви. Аэропорт Якутска подготовил рейтинг необычных грузов этого года. К этому часу у нас все новости. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defuseonline.ru Всего доброго и до встречи в эфире.